Hi, it's Natalie. Они просто не понимают, чего от них требуют. Вместо эссе просто переписывают заученный наизусть топик и так далее. Я представляю, что чиновники ФИПИ вместе с Рыбицкой транслируют наверх. Например, министру образования. Звучит это, наверное, так. У нас все хорошо, мы работаем очень эффективно, а шум поднимают недовольные родители двоечников, а также их преподаватели. Все же понятно? Их дети провалились, и они сваливают вину за то, что их дети не знают языка, на нас. Все это ФИПИ может рассказывать министру образования и руководителю Рособорнадзора, но не нам. Мы знаем, что среди тысяч выпускников, получивших ноль, есть и огромное количество детей, которые еще до ЕГЭ успешно сдали международные экзамены на уровне выше того, на который заявлен ЕГЭ. Вывод очевиден. Если выпускники, которые успешно сдают более сложные международные экзамены, экзамены с многолетними традициями и результаты которых признаются по всему миру, получают ноль за ЕСН на нашем ЕГЭ, то проблема не в выпускниках и их низких знаниях, а в самом ЕГЭ. По-моему, это очевидно. Я уверена, это и Вербицкая очевидно. Но мы ее можем понять. Как мы показали в предыдущем видео, незадолго до экзамена имел место сговор чиновников ФИПИ во главе с Вербицкой с некоторыми другими чиновниками от образования, с целью искусственно занизить баллы выпускников и уменьшить количество выпускников, претендующих на бюджетные места ведущих в ВУЗ. То есть Вербицкая была поймана за руку. Обещала некоторым чиновникам снизить средний итоговый балл по ЕГЭ и выполнила это, используя нечестные методы. Но продолжает общаться с нами, преподавателями, учениками и родителями назидательно, неохотно и как с недоумками, отвлекающими ее от какого-то очень важного дела. По ее ответу, которому прекрасно подходит выражение «формально все правильно, а по сути издевательство», мы понимаем, что ничего менять они не собираются. И по недавнему выступлению чиновника из Рособранадзора мы также узнали, что они провели анализ обращений, поступивших на горячую линию и линию доверия ЕГЭ, и, судя по поступившим сообщениям, у родителей и школьников нет критических замечаний к единому госэкзамену. Рособранадзор с уверенностью может констатировать, что те, кто знакомы с системой ЕГЭ и хоть что-то знают больше, чем заголовки, заявляют, что система объективна и отлично работает. Возмущает лицемерие, безответственность и безнаказанность чиновников в системе образования. Мы уже обращались к президенту. Вот ссылка на петицию. И этим, конечно, привлекли внимание творящемуся беспределу в системе ЕГЭ, и не дали чиновникам возможности эту проблему замолчать. О нашей петиции писал коммерсант, Рабблер и уральские СМИ. Но конкретных результатов, то есть перепроверки работ выпускников этого года, изменений в формате экзамена и устранения от должности ответственных за экзамен чиновников мы так и не добились. Неужели действительно у нас в России только выход на улицы может как-то привлечь внимание власти? Что вы думаете? Оставляйте ваши комментарии под видео.